Все мои источники в Тебе, правда? Так мы понимаем, да? Что все наши источники, нижние, верхние, деньги, то, что вырастет в огороде, то, что мы имеем в домах наших, все источники наши в Господе, в Иисусе Христе. Почему мы такую имеем надежду и упование, и веру? Потому что мы знаем, что Христос воскрес из мертвых. Если бы Христос не воскрес из мертвых, мы, наверное, бы себя вели, как Петр. Он видел Иисуса, ходил вместе с Ним, он видел Его божественность, видел красоту и силу Господня, которая была проявлена через Него. Но когда Его распяли, Он говорит, кончилась Его надежда, кончилась Его вера, и Он говорит, иду ловить рыбу. А ученики что говорят? И мы с тобою. Так много надо? Иду ловить рыбу. Разбился. Он ожидал в Иисусе царя земного. Он ожидал, что Он победит это римское Иго. Он совсем по-другому понимал Иисуса Христа, апостол Петр. А когда Христа распинали, а еще перед этим Он бил себя в грудь, что я никогда не отрекусь от тебя. И когда Его распинали, и Христа, глаза встретились с глазами Петра, тогда написано, что Петр сильно заплакал. Это было сказано все. Иисус после Своего воскресения, когда позывает, скажите, говорит, ученикам и Петру. И я представляю тот момент, когда Петр идет на встречу к Иисусу, от которого он отрекся. Но он уже знает, что Он воскрес из мертвых. Как мы бы мы себя вели? Я думаю, наши ноги бы дрожали, наши губы бы не дрожали, бы не высказали никакого слова. Знаете, мы были в таком, знаете, в шоком состоянии, ведь мы до Господа треклись. А вот появляется Петр, это встреча, и что говорит Христос? Ах, ты таки всякий, я тебя же уничтожу, я тебе что с тобой изроблю. Не! Он так и не сказал. Он сказал, Симон Ионин, любишь ли ты меня? Да? Да, Господи? А Иисус еще говорит, Симон Ионин, любишь ли ты меня? Более, нежели они. Так, Господи, Ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю Тебя. Паси акциям моих, паси овец моих. Вы знаете, что в нашей жизни бывают какие-то опрометчивости, какие-то ошибки. Мы где-то что-то, может, согрешили, где-то неправильно сказали, неправильно сделали, мы помыслили. И у нас уже, знаете, при нашей совести есть еще такая параллельная недруг возле нас, который нашептывает нашей совести, что ты не имеешь права молиться, не имеешь права глаза к небу поднять, потому что ты согрешил, никогда тебя Господь не просил. Есть такой, так называемый, недруг возле нас идет, возле нашей совести. Но это место в Священном Писании показывает нам, что когда была эта встреча с согрешившим Петром, Иисус говорит, любишь ли ты меня более, нежели, конечно, любишь, люблю. То он поручает ему дело, паси церковь мою, паси пастырей моих, паси акцию, паси овец моих. И великое поручение Петр принял от Иисуса Христа и пошел, и дальше потом, при воскресении Иисуса Христа он готов идти на смерть. Он так проповедовал, был в темнице, что даже потом сказал, что я не достоин быть казнен, как Иисус Христос. Его казнили вниз головой. Братья и сестры, жизнь наша практически преобразилась, когда мы познали и уверовали в воскресшего Иисуса Христа. Если бы мы не праздновали и не имели в жизни воскресения Иисуса Христа, мы бы, возможно, сказали, иду ловить рыбу. Но мы сегодня пришли в собрание. Что нас привлекло сюда? Воскресший Иисус Христос. Я хочу продолжить проповедь тему пастора на тему воскресения Иисуса Христа. Слово Божие нам напоминает первое послание к Римлянам. В 15 главе 20-23 стих написано «Но Христос воскрес из мертвых первенец из умерших, ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как водами все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его». Еще пару, еще это место повторю еще раз, потому что на основании этого места я хочу построить свою проповедь. «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших». И 23 стих говорит, каждый в своем порядке первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его. Почему так, братья и сестры? Здесь написано, что Христос воскрес из мертвых первенец, из умерших. Старий Завет нам показывает три воскресения еще до рождения Христа. Куда мы смотрим, «Прок Илья воскресил сына сарепской вдови», это в 3 царств написано в 17 главе. Это было до воскресения Иисуса Христа. А тут написано, что Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Второе было, «Прок Елисей воскресил сына сонамитянки», это в 4 царств в 18 главе. Это уже второе воскресение в Старом Завете до воскресения Иисуса Христа из мертвых. Дальше, когда мы читаем еще, мы знаем такую историю, когда человек, который воскрес, коснувшись костей Елисея, когда погребавшие бросили его в гроб пророка Елисея, и он воскрес. Мы видим в Старом Завете три воскресения из мертвых, до воскресения Иисуса Христа из мертвых. В Новом Завете раньше Иисуса воскресли. Мы не будем читать эти места в Священном Писании, я только напомню. Дочь начальника синагоги, это у Марка в 5 главе написано, 38 стих, сын Наинской вдовы, от Луки 7 глава, и мы знаем Лазар, который воскрес из мертвых, но еще Христос не страдал, еще Христос не умер, еще Христос не воскрес, и уже есть три воскресения в Старом Завете, есть три воскресения в Новом Завете. Что, братья и сестры, написано в этом месте, как будто бы, здесь ошибка есть в Священном Писании, когда уже было воскресение, а Христос после воскресения написано первенец из мертвых, но, братья и сестры, ошибки в Священном Писании нету, потому что как Христос воскрес из мертвых, и написано первенец из умерших есть своя особенность и свой смысл. Что изменилось, когда Господь Иисус воскрес из мертвых? Что произойдет с теми, кто воскреснет в последнее время? То есть мы с вами. Что с нами произойдет, братья и сестры? В последнее время воскреснет тело, наше, потому что Дух наш уже вошел в воскресенье. Я просто... Кто мы есть, братья и сестры, сегодня? Сидящие на этом месте, ходящие по этой земле, работающих на обычных работах, как все люди мира сего, мы работаем. Но мы есть особый народ, особенный народ. Мы есть царственное священство, народ святый, люди взятые в его дел. Однажды я был, когда по приезду в Америку, я, наверное, вам говорил, не знаю, я был в Хомдипоте, есть такой магазин. И когда я... Ну, это, может, месяц, как мы приехали в Америку, ходим с женой, смотрим на полках, что нам надо, и подходит к нам трех, мы немножко уже английский, как-то, что-то, немножко могли разобрать, give me, help me, вот, еще что-то такое вот. Подходит и к нам пророчество. Говорит, вот это тот народ, которого я избрал для действия благодати в этой стране. И проведу, вот так сказал, проведу, вот так, рукою по всей этой стране, по Америке, для явления силы и славы моей на этой земле. Вы знаете, для нас, мы были с Леной в шоке. Знаете, мы пришли простые люди, просто ходим в магазине, и через Дух Святой открывается, что мы действительно непростые люди. И он говорит, мы долго молились за вашу страну, мы знаем, как вас гнали, как вы выстояли, как вы действительно есть свидетелями живого Иисуса. И говорит, когда мы едем в машине, мы молимся, мы молились и молимся сегодня, чтобы Бог проявлял большую силу здесь в Америке. Вот такие верующие люди, американцы попали. И даже, что интересно, он сказал, когда мы едем в машине, молимся, и проезжают где-то по фриве, и на встречной машине люди, боящиеся Бога, нам Дух Святой дает знать. Вы представляете, я так думаю, Господи, кто мы есть на этой земле? Кто мы? Кто наши дети? И какое царство им принадлежит? но это царство начинается здесь, на земле, и нас уже узнают, как царствие Божие. Смотрите, братья и сестры, написано, что Дух уже вошел в наш воскресенье, наш Дух уже воскрешен. И Хрисянам 2 глава с 5 по 7 стих нам написано «И нас мертвых по преступлениям оживотворил со Христом и благодатью вы спасены. Не спасаемся, не будем спасены». А здесь уже глагол совершенного действия. Благодатью мы спасены. оживотворил со Христом и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе. А теперь посмотрите, братья и сестры, мы посажены на небесах, но только воскрешим Иисусе Христе, во Христе Иисусе. Мы можем себя посадить куда хочешь, можем так посадить, чтобы потом свалиться, но здесь говорится, о духовности, говорится, о нашем духе, о нашем естестве, что Он уже нас посадил на небесах через Иисуса Христа. Почему? Дабы явить в градущих веках преизобильное богатство, благодать и своей в благости к нам во Христе Иисусе опять-таки. Когда люди тонут, где-то топлятся на речке, на озере, им бросают спасательный круг. Не всегда бывает так, что можно добежать или подать руку, им бросают спасательный круг, чтобы им спасти. Но, братья и сестры, от греха нет никакого на земле спасательного круга, чтобы можно было выбросить, человек взялся и спасти его, как будто с воды. Нет, этот спасательный круг есть только Иисус Христос, как здесь написано, дабы в градущих веках преизобильное богатство, дабы явить в градущих веках преизобильное богатство благодати своей благости к нам во Христе Иисусе. Дальше говорит о воскресении, что наш дух уже ушел в воскресенье, написано Римлянам 6 глава, 5 стих. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены подобием воскресенья, говорится. Здесь более ярче говорит Колоссян нам такое 2 глава, 12 стих. Бывшие погребены с Ним в крещении, в крещении, в Нем вы и воскресли верою в силу Бога, который воскресил Его из мертвых. Итак, братья и сестры, наш дух уже воскресший. Мы когда мы принимали водное крещение, мы были погребены погружены в смерть и мы восстали для новой жизни, для новых слов, для новых поступков, для новых мышлений, для всего нового во Христе Иисусе, для правильного. То, что неправильное, древнее уже прошло, а теперь все новое. И посмотрите, братья и сестры, интересные, что мы вроде бы люди живем на этой земле, но у нас уже есть частичка небесного, которая с нами пребывает на этой земле. И наш дух, братья и сестры, Слово Божие говорит, уже рожден свыше, не только, что он вошел в воскресенье, воскресший наш дух, но наш дух уже рожден свыше. Это говорит 1 Петра в первой главе, третий стих нам напоминает такие слова, «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к купованию живому». Еще раз прочитаю, «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по своей великой милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к купованию живому». Как Петр был возрожден после воскресения Иисуса Христа, и дано было ему поручение, и он готов идти проповедовать, он был, мы с нами побываем камнями, и били его, и в темнице сидел, знаете, и готов умереть, это возрожденный дух, это, братья с отцены, совсем другое понимание Петра, как до того, когда Христос воскресе из мертвых, когда Он говорит, иду ловить рыбу, это совсем другое отношение и состояние, то же самое и у нас, сегодня мы находимся, верующие в Бога, на совсем другое понимание о жизни, мы живем на земле этой временно, и знаем, что жизнь на этой земле не заканчивается, в свое время мы будем продолжать жизнь там, на небе с Иисусом Христом, но мы не только, как вот Николай имеющий тело, я имеющий дух, имеющий душу, имеющий что-то есть во мне еще больше, чем мое тело, и поэтому Господь имеет дело с нами, не только с нашим телом, но с нашим духом и с нашей душой. Дальше, братья и сестры, еще вместо Священного Писания, что нам напоминает, что наш дух уже усыновлен. Наш дух усыновлен уже, Римлянам 8 глава с 15 сишка нам говорит такие слова, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым мы называем Ава Отче, этот самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи. Аллилуйя! Слава Господу! Братья и сестры, воскресением Господа, что произошло с Его телом? Об этом говорит Коринфянам, нам напоминает 15 глава 42-44 стих нам говорит такие слова. Так и при воскресении мертвых сеется в тлении, восстает в нетлении, сеется в унижении, восстает в славе, сеется в немощи, восстает в силе, сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело духовное. Итак, братья и сестры, тело воскресшего Господа отличают вот эти четыре особенности, которых я прочитал в этих стихах. Это его нетление, это слава, это сила и духовность. Это отличающие характеристики воскресшего тела Иисуса Христа. Да, случай воскресения, которые происходили до воскресения Иисуса Христа, это были не те воскресения, которые мы ожидаем. Те воскресения, которые были до воскресения Иисуса Христа, они опять, да, они вышли с власти тьмы, они вышли, можно сказать, из зоны смертности, они были воскрешены, воскресли из мертвых, но они не получили того нового тела, которое получил Иисус Христос, и получим мы при воскресении из мертвых. Потому что они, воскресшие из мертвых, пришло время, что они опять умерли, и тело их не было, как тело, написано, нетленным, славным, сильным и духовным, как тело Иисуса Христа. Итак, дорогие мои братья и сестры, впоследствии все-таки те умерли, каким же стало тело Господа Иисуса Христа. Как мы прочитали из этого священного места, вот с 15 главы, что написано, что стало нетленным его тело. Не, написано в Деянии Апостола, не оставлена душа его в аде, и плоть его не видела тления. 2 глава, 31-й Деянии Апостола. Над нетленным телом смерть уже не имеет никакой власти. Нетленное тело, оно не подлежит процессам тления, процессам разложения. Нетленное тело, оно имеет совсем другую структуру. В Коринфянам 15 главе с 50-го стишка и ниже по 54-й нам написаны такие слова. «Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божье, и тление не наследует нетление. Говорю вам тайну, не всеми умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному этому надлежит облечься в нетлении, и смертному этому облечься в бессмертие. Когда же тленное это облечется в нетлении, и смертное это облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное, поглощена смерть победой». Что дает нетленное тело? Победа над смертью, братья и сестры. Законы смерти не имеют власти над нетленным телом. То те воскресения, которые были раньше, то власть смерти имела еще силу над теми воскресшими телами, теми воскресшими три воскресения в Старом Завете, три воскресения в Новом Завете. Они были воскрешены, но смерть имела над ними власть. Но при воскресении Иисуса Христа из мертвых, над Его воскрешенным новым телом, уже не имела власть никакой власти, потому что Он одержал победу над смертью, именно своей нетленностью. Это право, наследование Царства Божьего, потому что здесь написано, есть тела небесные, как в 15 главе, в этой же главе, в 40 сишоке 43 написано, я его читал, еще раз прочитаю, «Есть тела небесные и тела земные, но иная слава небесных, иная земных, сеется в унижении, восстает в славе, сеется в немощи, восстает в силе». «Сеется в немощи, восстает в силе». Воскреснуть во славе, то есть в новом теле, который получил небесное тело Иисус Христос, это значит, что воскреснуть в небесном теле, воскреснуть во славе, там пребывает слава, величие, красота Господня. И представляете, тело наше, которое будет воскрешено, оно будет аналогично телу Господа нашего и Иисуса Христа, который воскрес из мертвых. Дальше. Сила – это отсутствие всякой немощи и болезни. Сегодня мы больны, сегодня нашей плоти касаются какие-то катаклизмы земные, мы переживаем, то у нас сахар повышенный, то у нас давление пониженное. Я думаю, мало у кого пониженное, но, наверное, повышенное давление, потому что что-то происходит. Во-первых, наша нервная система принимает такие какие-то земные влияния, что мы, знаете, часто пользуемся какими-то пилюлями, но и наше тело принимает тоже какие-то стрессы, и то сердце болит, то почки болят, то, значит, наше тело еще не воскрешено, и оно еще не находится в той славной силе, как воскрешенное тело Иисуса Христа, которое уже не болеет, которое уже не имеет влияния, это земное, как бы сказать, эти катаклизмы не имеют влияния на воскрешенное тело. И вот что сделает Господь, братья и сестры, с нашими немощами, когда мы воскресим из мертвых, это написано в Откровении, в 21 главе на такие слова. «И отрет Бог всякую слезу с глаз их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопли, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Итак, дорогие братья и сестры, когда смотрим на тело духовное, какие качества оно имеет, то оно совсем не имеет никаких ограничений. Как было сегодня сказано, когда были ученики при закрытой комнате, закрытыми, запертыми дверями, от опасения от иудеев, то Иисус, не знаете, окно открылось, двери открыли, заходит Господь, нет. При закрытых дверях, Он находится, встает между ними в комнате, говорит, мир вам. Тело воскрешенного Иисуса Христа, хотя Он еще не предстал перед Отцом, но Он уже был воскрешен из мертвых, на этой земле уже не имело преград. Вы знаете, это интересно. Знаете, когда-то я был маленький, и прочитал это место Писания, и знаете, ну, то никто не знает. И когда я прочитал, я так еще раз прочитал, и думаю, я же верующий, мне было не знаю, сколько может, 5-й, 6-й класс я ходил, и я так подошел, и вот к дверям закрытым, но я же верующий, вот верую, и так, знаете, перед Богом верую, и так в двери раз, а она закрыта, и я такой лобом у двери, и никуда я не прошел. И знаете, почему-то, вот в жизни моей, с тех пор, для меня постоянно, был вопрос, если написано, я же поверил, что Христос воскрес из мертвых, поверил, в собрание хожу, хожу, я же полностью принял Его воскресшего, но я что-то не подумал, братья и сестры, что я еще в теле, которое не воскресло. И дух, кажется, на сегодняшний день, мы уже понимаем, да, что силу воскресения, наш дух уже воскрешен, уже усыновлен, уже Он Господен, наш дух, но все равно, мы не проходим через закрытые двери, мы не проходим через стены, через крышу, да, мне дал Господь это пережить, это только в откровениях, которые Господь мне брал, я выходил из себя, Господь мне показывал всю славу, которой я находился в своем комнате, в своей зале, не так вот давно, год-полтора назад, вот, и я знаю, даже тот угол дома, когда я был в зале, так, в какую сторону мы с ангелами вышли, это было вообще, у нас ничего, ничего, это не было ограничения во времени, в майлах, в расстоянии, и в теле, потому что, как-то так, Господь дал нам пройти, Господь с этими ангелами, мы прошли, и Господь показал красоту свою. Еще, когда я был, когда я вам уже рассказывал, когда были закрытые двери, и когда меня Господь исцелил, то дал мне Господь пройти через закрытую дверь, когда по вере я сделал шаг, и этот замок на дверях его не стало, я прошел через эту закрытую дверь, когда был в госпитале, я говорил вам в прошлый раз, но воскресение, Иисуса Христа, воскресение Господа, и воскресение нашего тела, оно совсем по-другому, этот Бог Господь дает такие единственные моменты, пережить Божью благодать и Его присутствие на земле, или как иступление, ну, либо откровение. Но, когда мы воскресим из мертвых, братья и сестры, наши тела воскреснуть из мертвых, они не будут, как я уже прочитал, такие больные, плачущие, страдающие, нет, братья и сестры, это как откровение написано, это уже прошло. И Галатам нам 5 глава говорит, 5 главе 17 стих нам говорит такие слова, «Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти, они друг другу противятся, так что не то, так что вы не то делаете, что бы хотели бы, если же духом водитесь, то вы не под законом». И так в нашей жизни, братья и сестры, происходит определенная борьба. Написано, да, наш дух уже воскрешен, уже усыновлен, и если наше тело подчиняется духу нашему, который усыновлен, то нам хочется делать добро, но мы живя на земле, этот греховный мир на нас имеет свое влияние, поэтому нам нужно покаяние, нам нужно исповедание, нам нужно держать вот эту плоть до последнего, чтобы в свое время получить воскресение из мертвых, и чтобы эта плоть нас не потянула туда, чтобы нам не потерять жизнь вечную. Итак, братья и сестры, как здесь написано, плоть желает противного духу, а дух противного плоти, и они всегда противятся, поэтому написано, всегда они противятся, не только в собрании, как они проповедуют, и стал говорить, братья и сестры, какие вы святые, но, к сожалению, я многих знаю у вас, как вы живете своей жизнью дома. Получается такая разница, что в собрании святые, но по домам получается, что-то происходит, какие-то споры, какие-то распры, да, братья и сестры, плоть желает противного духу, а дух противного плоти, и они все время противятся, поэтому, братья и сестры, мы должны настолько стоять на страже нашего духа, нашего сердца, чтобы не позволять нашей плоти выходить из наших рамок. итак, братья и сестры, смотря на Священное Писание, которое мы прочитали здесь, мы имеем большую надежду, но здесь написано, как я, как написано, как водами все умирают, так во Христе все оживут, первенец Христос, а потом Христовый, первенец это не один, если мы говорим о многодетной семье, и родился в них ребенок один, и больше нету, мы не говорим вот в этой семье первенец, мы говорим у них один ребенок, а семья, которая имеет один и больше, тогда, кто родился первый, мы говорим первенец, этот ребенок первенец, старший, а это младший, это еще младший или младшая, первенец, и так, братья и сестры, это место священного Писания, оно относится к церкви, к нам, первенец Христов, Христос, а потом Христовый пришествие Его, сначала Христос первенец, а если Он первый, значит Он стоит первой, значит всегда кто-то есть за Ним, это есть мы, братья и сестры, это есть Его Церковь, это есть помазанные духом, стеблодать Его, это есть те, которые стремлятся в небо всегда, не только на собрании, дома, в дороге, это те, которые живут небом, братья и сестры, это самая великая, великая новость, которая может получить христианство на земле, что первенец Христови, а потом Христови пришествие Его, братья и сестры, и так всегда с Господом будем, согласно Божьему порядку, мы получим такое же самое тело, как тело Господа нашего Иисуса Христа, то же самое тело, братья и сестры, которое не будет иметь преград, которое не будет иметь болезни, тело, которое войдет в воскресенье и в присутствии его славе его, то тело будет иметь, как тело Господа Иисуса Христа, которое я уже прочитал, будет иметь силу, будет иметь духовность, будет иметь славу, будет иметь нетленность. Тело наше, получается, что, когда смотрим на Священное Писание, согласно Божьему порядку, мы, сидящие сегодня на этом месте мы уже имеем воскресший Дух, мы уже усыновлены, мы уже изменены, осталось только, чтобы тело наше было изменено, значит, получается, что, написано, Царствие Божие не пища, не питье, но праведность мир и радость в Святом Духе. Царствие Божие не пища или питье, это говорится не о нетленных телах, это говорится о людях, живущих на земле, принявшие Божию силу и Божию славу, и которые приняли Его откровение, Его славу, которых Дух воскрешен и усыновлен, в них вошло Царствие Божие, и это Царствие Божие уже здесь на земле, здесь, братья и сестры, между нами, потому что мы уже измененные внутри, у нас другое понимание, написано, все твору все новое, прежнее уже прошло, а теперь все новое, новые мысли, новые желания, новые понимания, раньше бы я не терпел бы кого-то, а теперь я Его люблю, потому что Иисус Христос меня просил и дал то любовь в мое сердце, что я люблю моего брата, я никогда не открою свои уста, чтобы сказать плохое на моего брата или на мою сестру, почему-то я такой хороший, да нет, я обычный, обычный, телесный, плотяной человек, но Дух мой воскрешен, Дух мой усыновлен и Царствие Божие оно здесь на земле, поэтому и написано Ви Письма Христово, написанное не чернилами, но Духом Бога живого, вы показываете с собой, что Вы Письмо Христово, братья и сестры, если мы Письмо Христово, идет человек, как мы можем определить, что этот человек является Письмом Христовым? В первую очередь, чтобы посмотреть на человека, мы определяем, что он не такой, как в этом мире, одежда наша, наши прически, наш вид, как мы находим, первое, мы видим этого человека, Письмо Христово, читаемое и узнаваемое не самим собою, да, я знаю, что я, 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 не, не я, а как меня прочитают со стороны и как меня написано узнаваемое всеми людьми, и когда ко мне, который я отличаюсь от этого мира, имею определенное письмо внешнее, ко мне подходит человек и заговорит со мною, а тогда он видит в этом письме и внутренность мою, как я разговариваю, какие слова идут с моих уст, или какие-то недобрые, негодные слова, или какие-то проклятия, или добрые слова, как говорят, таким человеком хочется поговорить, с этим человеком хочется помолиться, с этим человеком хочется пойти и в одно, и в два, и в три поприща, а тот говорит, и верующие говорят, но с ним что-то неинтересно, с ним что-то не хочется, не тянет к Нему. Братья и сестры, вот такое бывает в нашей жизни. И отсюда, Царствие Божие внутри нас, праведность в мире, радость внутри нас, она имеется. Но мы должны знать, кто мы есть на этой земле. Итак, братья и сестры, написано к евреям, 13 главе, будем через Него непрестанно, приносить Богу жертву хвалы, то есть плод упроставляющих имя Его Святое. Через Него, через Бога, через Иисуса Христа непрестанно, непрестанно, это не говорится, что в собрании только, непрестанно, это в нашей жизни, потому что воскрешен наш Дух и усыновлен, Он не только на какое-то определенное время, постоянно навсегда, навеки, в веки вечные, Он усыновлен, и мы есть Божьи, царственное священство, народ святый, люди взяты в удел. Для чего? Дабы совершенство Божьих говорить, распространять. царствие Божьи, через Него, через Иисуса Христа, и берется начало здесь. А в вечности только тело наше будет изменено, а мы практически уже изменены Господом и Иисусом Христом. Поэтому написано Римлянам 6 глава, что плод, но здесь еще им, то есть плод уст, проставляющий имя Его, имя Божье, плод, не цветочки, не зависть, но плод. Когда мы смотрим на дерево, и только цветет, мы только красуемся, это краса красиво и пахнет хорошо, но мы не протягиваем руки, чтобы взять и вкусить плода. Мы просто проходим, когда этот плод уже завязи есть, плод, и мы проходим, и в рог, да, как много плода, но нас он еще не привлекает, потому что мы не можем протянуть руку и взять плод с этого дерева. Но когда этот плод созревает, он встает уже съедобный, мягкий, созрелый, тогда нам хочется взять, мы протягиваем руку и мы срываем этот плод. Поэтому написано здесь, Римлян 6 глава, плод ваш есть святость, а конец жизнь вечная. Это не то, что, братья и сестры, святой. Вот так как молотком судья такой, раз, и уже святой. Я бы сказал бы, это даже еще до цветочков, еще даже цветочки не появились. Но плод, написано, плод ваш есть святость. Плод, не цветочки, не зависть, а плод, святость. И если этот плод, который мы имеем, уже плод, уже который готовый, есть все, святость, то конец наш точно, это жизнь вечная. И второе послание Петра, в первой главе я читаю такое слово при заключении моей проповеди. Написано, первая глава, второе Петра. Пятый, восьмой стих нам говорит такое слово. То вы, то вы, прилагая к всему, к этому, все старания ваши, покажите в вере вашей добродетель, в добродетель и рассудительность, в рассудительности и воздержании, в воздержании и терпении, в терпении и благочестии, благочестии и братолюбии, в братолюбии и любовь. Если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего и Иисуса Христа. Итак, братья и сестры, и мы такой поем псалом, стоит смиряться, стоит бороться, стоит за это жизнь всю отдать, стоит, братья и сестры, ради познания Господа Иисуса и ради того небесного Царства, который Бог подарил для нас через распятие Сына Своего Иисуса Христа, который воскрес из мертвых и сел во славе. Братья и сестры, то написано, «Если Дух того, кто воскресил Иисуса Христа из мертвых, живет в вас, то воскресит и наши смертные тела Духом Святым живущим в нас». Поэтому мы, братья и сестры, называемся пятидесятниками, верующими, крещеные Духом Святым, помазанные Его благодатью, потому что знаем, если в нас живет тот самый Дух, который воскресил Иисуса из мертвых, то обязательно воскресит и нас тот последний день, и мы увидим царя царей. Братья и сестры, поэтому воскресший Иисус Христос, Он не то, что только воскресший далеко, Он воскресший в нашей жизни, в нашем понимании, в нашем сознании, в нашем духе, в нашем разуме, в нашей воле, в наших поступках, Он воскресший из мертвых. А если Он воскресший из мертвых, то мы не скажем, как Петро сказал, до, иду ловить рыбу, и все каждый в свою суету, а мы скажем, как Петро сказал, после, написано, встал с одиннадцатью, и проповедовал Евангелие, и проповедовал об Иисусе Христе. Пусть Бог благословит, братья и сестры. Я предлагаю, давайте встанем, помолимся. Может, мы где-то что-то сказали в своем сердце, или допустили, или даже недооценили Его благодать, который Он принес через свое воскресенье для нас. Может, мы даже недооценили, кто мы есть сегодня. Что мы есть Царствие Божие внутри нас, мы есть царственные священники, мы люди, взятые в дел. Кто мы есть сегодня? Ходим по этой земле, в магазине, на машине, где-то на работе, и с нами соприкасаются люди, которые вообще не имеют Царствие Божие. Как их влечет к нам, или может, мы как-то так отдаляемся от них, что нету никакого интереса им иметь дело с нами. Если мы Царствие Божие, и наш Дух уже оживотворен, наш Дух уже усыновлен, то не только мы будем бежать, чтобы сделать какое-то дело, я думаю, что и нас, и окружающих людей будет привлекать, мы будем их привлекать, им добре будет с нами, хорошо в нашей жизни. А может, братья и сестры, мы, может, не до конца оценили смерть Иисуса Христа. Может, мы так половину в Церкву, а половину своими делами, грешными делами. Можно и слово читать, можно и недобрые слова говорить, можно и выпить какое-то недоброе, что-то, знаете, ядовитое, как мы говорим, какое-то спиртное, я это тоже встречал, и в церкви сидит, и выпивает, выходишь, смотришь, и даже не ожидаешь, к одному верующему и сел в машину, верующему, даже не ожидал, а та машина уже прокурена, что даже я выходю из той машины, твоя одежда уже дымом пахнет. Вы знаете, я был в шоке, думаю, Господи, как это так? А ведь мы стремимся, что Господь нас воскресит из мертвых. Мы идем к той вечной славе. Братья и сестры, может, кто-то имеет какие-то действительно есть нарушения в своей жизни, то мы в этой молитве, я не буду приглашать сюда, и просто знаете, вы каждый себя знаете. Скажите Господу Иисус, Ты не на шутку воскрес из мертвых, а если Ты воскресший из мертвых, то Ты живой и всегда наблюдаешь за Мною, как я принял Тебя и как я прохожу этот земной отрезок моей жизни, как я живу, Ты знаешь, Господи, и когда я умру, то Ты воскресший из мертвых будешь решать, что со мной делать, или принять меня в славу Твою, или привести меня на суд. Поэтому, братья и сестры, сегодня воскресший Иисус да благословит нас. Давайте станем для молитвы. иисус иисус иисус